Только пять городов России приняли участие в Всероссийской парусной регате, которая проходила под названием «Фестиваль Владимира Высоцкого». Наш город участвует в этом проекте шестой год подряд. За это время сложились свои традиции и свое отношение к совместному выходу в море взрослых и детей. Была очень хорошая ветровая погода. У нас каждый день был коночный, давали по два-три старта. То есть хорошие результаты. Владимир Высоцкий любил яхты. Однажды он сказал, если бы у меня было три жизни, одну из них я бы посвятил парусному спорту. Имя Высоцкого тесно связано с нашим городом. Он здесь бывал, он здесь любил бывать. Он с театром приезжал сюда. И просто у него были встречи с друзьями. Он прилетал сюда. Это исторически известно. И я думаю, что наша задача – эту память сейчас поддерживать. Участники и победители регаты были награждены кубками и медалями. А в финале все ждали только песен. Песен, которые год от года становятся только популярнее. И объяснить, почему Высоцкого читают и поют, например, самым юным, бывает сложно. Я не знаю, что ответить. Просто хорошие песни. Море, яхты и песни Владимира Высоцкого. Именно так в этот летний вечер завершается парусная регата, посвященная автору всем известных строк. Почему все не так? Вроде все как всегда. То же небо, опять голубое. Тот же лес, тот же воздух и та же вода. Только он не вернулся из боя. Елена Всец, с нами Михаил Тубинин, телекомпания ФКТ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова